Игорь Герасимов 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 приходят в университет действительно за знаниями, уже находят свое место работы буквально на четвертом курсе. Бакалаврат, четвертый курс, это завершение бакалаврата, а многие уже работают. И четвертый курс бакалаврата, а потом в дальнейшем магистратура, большинство уже имеет те места, где они зарабатывают свои деньги, обеспечивают себя, а зачастую и свои семьи. А как обстоит дело с практикой? Ведь многие выпускники сталкиваются с проблемой, когда они пытаются трудоустроиться, говорят, есть опыт работы, нет опыта работы, ну тогда вы нам не очень подходите. Есть ли возможность у тех, кто учится в морском университете, вот как-то параллельно осваивать те навыки, которые им будущий работодатель зачтет и скажет, да, опыт работы имеется, с удовольствием беру? К сожалению, практика действительно это вопрос достаточно тяжелый сегодня для всех вузов, но тем не менее мы стараемся выходить здесь из положения, сочетая разные формы проведения этой самой производственной практики. Ну, во-первых, мы создаем, а по некоторым специальностям у нас это действует, прохождение практики непосредственно в университете с использованием имитационных моделей тех или иных форм деятельности предприятий. То есть студенты, в общем-то, решают производственные задачи за счет каких-то кейсов, которые разработаны у нас, разработаны на кафедрах, и которые погружают студентов в какую-то реальную производственную среду. Вот, например, сейчас активно разрабатываются такие кейсы в новом нашем университете морского бизнеса. Почему я говорю в новом? Извините, в институте морского бизнеса. Почему я говорю в новом? Потому что мы в этом году выполнили некоторые структурные преобразования в университете. Вместо семи факультетов у нас теперь три крупных института, объединяющих специальности по некоторым направлениям, сходным друг с другом, и три факультета. Так вот, в институте морского бизнеса, который объединил в себе управленческие специальности и специальности, связанные с экономикой предпринимательством, сейчас как раз ведется работа по созданию, например, даже такого вот имитационного центра для организации учебной практики студентов. Это с одной стороны. С другой стороны, достаточно много внимания уделяется поиску предприятий, которые готовы принять наших студентов. Да, где-то надо убеждать, где-то надо уговаривать. Но, по сути дела, учебные заведения, их задача просвещать, их задача объяснять, чем мы и занимаемся, в том числе с руководством предприятия, объясняя, что предприятия развиваться не смогут, если не будут заранее, своевременно готовить себе кадровый резерв. А какой из ваших факультетов или институтов наиболее востребован? Где наибольший конкурс на место среди абитуриентов? Есть ли какие-то особые условия для поступления? Вы знаете, особых условий для поступления сейчас нет, пожалуй, наверное, ни в одном ВУЗе Украины, за исключением уже тех ВУЗов, где будущие студенты, кроме тестирования внешнего, должны проходить еще творческие конкурсы. С точки зрения востребованности конкретной наших специальностей, ну, сложно тоже выделить. Честно говоря, я бы не стал это делать. Очень много желающих традиционно получать специальности экономические, получать специальности, связанные с предпринимательством, менеджментом и транспортными технологиями. То есть организацией работы транспорта, в частности логистикой. Как ни странно, сравнительно с другими ВУЗами, где есть сугубо инженерные специальности, на нашей инженерной специальности, тоже идут желающие, этих желающих много. Мы вот по итогам набора этого года приняли достаточно много студентов на факультет портового инжиниринга. Факультет, который готовит по специальности с скучным названием машинобудувальня, но тем не менее речь идет у нас на нашем факультете о подготовке специалистов в области технического обслуживания портовых и транспортных предприятий. То есть, по сути дела, технического сервиса. Ведь у нас, в общем-то, и в целом университет заточен, если так можно сказать, под сервис, под обслуживание. У нас нету как таковых чистых проектировщиков чего-либо. Мы в основном готовим тех, кто в дальнейшем обслуживает. Обслуживает суда, флот, обеспечивает судоходство, обеспечивает организацию перевозок, а это, в общем-то, тот же сервис. Обеспечивает работу предприятий юридическую, экономическую и прочие сферы. Это тот же сервис, опять-таки. Поэтому можно сказать, что у нас университет заточен вот под вот это вот обслуживающее, так сказать, направление. А сегодня мировые тенденции связаны с тем, что сервисные вот такие вот специальности, причем не в понимании того, что отремонтировать какой-то прибор и вот это вот сервис, да, там бытовой сервис какой-то, а именно в понимании значительно более широком, что этот сервис позволяет, по сути дела, функционировать целому ряду отраслей, да практически большинству отраслей экономики, вот как раз позволяет набрать нам на все специальности наших студентов. А давайте поговорим о ваших преподавателях. Вот та сфера сервиса, о которой вы говорите, она заточена на технологии, которые постоянно совершенствуются. И насколько, ну скажем так, ваши преподаватели, насколько они практики или все-таки они теоретики? Каким образом все-таки решить вопрос того, чтобы преподаватели рассказывали то, что будет современно и сейчас, и скажем так, лет через пять, когда этот молодой человек, студент уже пойдет работать? Успевают ли ваши преподаватели за техническим прогрессом? Вот, наверное, пожалуй, так давайте я сформулирую вопрос. Конечно, если я скажу да, кто-то может улыбнется, скажет, а как всегда, каждый кулик хвалит, ну скажем так, свое гнездо. Но тем не менее, специфика нашего университета связана с тем, что большинство преподавателей, большая часть преподавательского состава, работающего у нас, работающего особенно на кафедрах специальных, которые занимаются подготовкой уже по той специальности, по которой будет в дальнейшем студент работать, являются нашими же выпускниками, как правило, где-то уже поработали или имеют свой бизнес. Вот, поэтому сказать, что они что-то знают в своей отрасли, наверное, это ничего не сказать или мало сказать, да. Большинство из них специалисты, каждый из них в своей области, и причем хорошие специалисты. Наши правовики, те, которые ведут на юридическом факультете, как правило, все занимаются какой-то еще и юридической практикой. Значительная часть инженерных специальностей, это те, которые работали на реальном производстве или продолжают работать на реальном производстве и знают не понаслышке, что такое работа механика в порту или что такое работа, работа, связанная с, скажем, если говорить о тех же наших компьютерных науках, что такое работа специалиста, программиста, системщика. Это их работа, это их дополнительная, вторая работа, а может, первая. Хотя сегодня, наверное, те, кто работают в ВУЗе, во многом еще являются те преподаватели, которые работают в ВУЗе, являются энтузиастами по той причине, что в ВУЗах сегодня не так просто работа, требования высоки, скажем так, поддержка какая-то экономическая не очень высокая, поэтому без знаний каких-то производственных вряд ли наши сотрудники могли бы нормально и хорошо работать, преподавать студентам. Ну вот, есть специальности, которые считаются чисто мужскими, есть специальности, которые считаются чисто женскими. Я смотрю на фотографиях, на видео, судя по ним, у вас достаточно много девушек учится. Все-таки как выдерживается гендерное равенство в морской сфере и в вашем университете в частности? Ну, как говорят, закон больших чисел приводит в конечном итоге все в равновесие. Так вот, у нас действительно, если раньше мы считали, что наши судомеханики это чисто мужская специальность, то постепенно на судомеханическом факультете начали появляться девочки. Мы сначала как бы недоумевали, где-то даже отговаривали, а потом поняли, что нет, это правильно, это хорошо, потому что они в значительной степени, ну, я использую такое слово, облагораживают те группы студенческие, в которых они занимаются, это идет только на пользу. У нас действительно есть девочки у судомехаников, есть девочки у наших механизаторов, специалистов по портовому инжинирингу, есть девочки на кораблестроительном факультете. Но в частности я, кроме своей основной работы, начальника учебного отдела, учебно-методического отдела, являюсь еще преподавателем на факультете как раз спортового инжиниринга, и вот четвертый курс, который ко мне ходит на занятия, там процентов 30 девочек, которые очень уверенно, очень хорошо себя чувствуют, зачастую занимаются и разбираются в сути вопроса больше, чем их коллеги противоположного пола, и, по-моему, очень четко представляют, чем они будут заниматься в дальнейшем, как будет развиваться их карьера. Все-таки если говорить, да, о морских специальностях, о тех специальностях, которые связаны с судовождением и с нахождением в море, то какой процент из ваших выпускников все-таки идет работать на зарубежных судовладельцев, а какой процент остается в Украине? Или вообще о том, чтобы где-то трудоустроиться в Украине в этой сфере успешно сейчас речи не идет? Дело в том, что на Украине на сегодняшний день практически отсутствует собственный флот. Есть речной флот, которого не очень много, есть дунайское пароходство, которое на сегодняшний день тоже не представляет из себя очень крупную какую-то судоходную компанию, есть небольшие компании, которые располагают еще какими-то судами, но, к сожалению, того флота, который был раньше, только в Черноморском пароходстве было более 300 судов, конечно, сегодня нет. Поэтому как раз вот плавательные специальности, это те специальности, которые обслуживают флот в частности. А наши специалисты, выпускники в том числе нашего вуза, обладают по окончании учебных заведений, в том числе нашего университета, опять-таки, вроде как это прозвучит достаточно пафосно, но хорошими знаниями, в сравнении с тем, что предлагают выпускники, занимающиеся в других странах в подобных учебных заведениях. То есть на рынке труда наши специалисты ценятся по целому ряду причин. И сообразительные, и грамотные, и знающие, и не боящиеся какой-то дополнительной работы, потому что не всегда так гладко бывает на судне, что вот надеется только на какой-то внешний сервис, прилетит какая-то бригада и все починит. На любом судне ситуация в любой момент может развиваться непредсказуемо. И иногда приходится выполнять совершенно несвойственные работы, и те специалисты, которые выпущены, выращены у нас, они действительно это могут, знают и умеют. Чем живет университет, ну скажем так, помимо учебного процесса? Студническая самодеятельность, студническое самоуправление, насколько это все у вас развито? Конечно, у нас это развито. Но, во-первых, если бы даже мы бы, как преподаватели, администрация университета, не сильно бы даже хотели этим заниматься. Студентам нам бы это не позволили. Но мы, со своей стороны, поддерживаем всякие подобные начинания. У нас активное студенческое самоуправление, в котором принимают участие, в общем-то, наиболее, ну, наверное, такие вот, именно активные студенты, которые кроме учебы, кроме какой-то работы, еще чего-то хотят в области приложения каких-то общественных интересов, социальных интересов. У нас есть интересные студии творческого развития, и театральная студия, и КВН свой, и танцевальные кружки. Это все имеется. За счет, опять-таки, неплохой спортивной базы у нас, очень неплохой у нас спортивный зал. Как бы он не выделен у нас в какой-то отдельно стоящий спортивный комплекс, хотя зал, да, действительно, у нас находят они территории, но он является отдельным строением. У нас уникальное покрытие в этом зале, позволяющее проводить соревнования международного уровня по игровым видам спорта, связанным с баскетболом, волейболом. У нас замечательный тренажерный комплекс. Поэтому, в общем-то, студенты не скучают. Если есть желание найти себя в чем-то, надо просто спросить, а где тот или иной кружок, а где фотокружок, а где, скажем, творческий какой-то там клуб. И, как правило, вот то место, где можно приложить свои интересы, оно найдется. То есть, если резюмировать наш сегодняшний разговор, то сейчас морской университет — это возможность освоить с одной стороны какие-то профессии, связанные с тем, что человек может уйти в рейс и работать там, с другой стороны, получить какую-то универсальную профессию экономиста, юриста, которая при этом будет каким-то образом еще и заточена под морскую специфику. И, насколько я знаю, в ближайшее время, 9 декабря пройдет день открытых дверей. Это возможность познакомиться с университетом для тех, кто еще не определился, кем ему стать, куда пойти учиться. Если можно кратко, что у вас запланировано, когда приходить и, собственно, что будет происходить в этот день? Хотелось бы сказать, что у нас на самом деле день открытых дверей — это наш каждый рабочий день. Мы готовы и рады встретить любого желающего узнать о нашем университете. И более того, и всегда и покажем, и расскажем, и проведем по университету. И не жалеем для этого времени. У нас есть люди, которые занимаются этими вопросами, работающие в приемной комиссии. Действительно, 9 декабря в субботу в 12 часов состоится день открытых дверей. Специальное мероприятие, которое предназначено для того, чтобы принять большую группу тех, кто хоть как-то интересуется университетом, планирует тем более к нам поступить или не видит в своей дальнейшей жизни внести нашего университета. На этом мероприятии мы ждем всех желающих, непосредственно самих детей, будущих абитуриентов наших и, я надеюсь, будущих студентов. Ждем их родителей, дедушек, бабушек, знакомых, приятелей. Места у нас хватит. Примем всех. Программу обещаем и организуем очень интересную. С одной стороны, будет возможность пообщаться с администрацией университета, со всеми директорами институтов и деканами факультетов, что, в общем-то, для родителей, наверное, будет тоже немаловажно. Может, дети, абитуриенты не очень захотят разговаривать со всякими взрослыми дядьками. Им интереснее будет со студентами пообщаться. Да, им родители как раз точно захотят это сделать и зададут очень много вопросов. Для студентов мы проведем мастер-классы, направленные, заточенные под то, чтобы студенты успешно в дальнейшем прошли внешнее независимое оценивание знаний, в общем-то, достаточно сложное со всех сторон для вчерашнего школьника. Кроме этого, мы проведем экскурсию по университету, мы ее даже так назвали «Тайны университета», покажем наши лаборатории, покажем нашу материальную базу. Это хоть и сухо звучит, но у нас есть очень интересные различные технически оснащенные кабинеты, лаборатории, в которых много чего можно увидеть занимательного. то, на чем будут в дальнейшем наши студенты обучаться своей специальности, начиная от одной из самых больших в Украине аэродинамических труб, заканчивая реальными судовыми двигателями, которые работают, которые можно запустить, которые во всей своей красе покажут, что значит функционирование машинного отделения на крупном суде, на крупном судне, ну и также лаборатории по всем остальным направлениям деятельности лаборатории, связанной с кораблестроением, с портовой техникой, с портовым инжинирингом. Там можно увидеть все, что есть сегодня, по сути дела, в порту. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. Напомню, сегодня моим собеседником был начальник учебно-методического отдела Одесского национального морского университета Игорь Герасимов. Спасибо, что провели эти 20 минут с нами. Вам еще раз спасибо за эту встречу в студии и обязательно увидимся. И вам спасибо за встречу. Редактор субтитров А.Семкин